Библиотека второй школы города Ханты-Мансийска насчитывает более 33 тысяч книг, лишь половина из которых учебники. Последние, кстати, пользуются большим спросом, несмотря на то, что любую информацию сегодня можно найти во всемирной паутине всего одним кликом. Вот только за достоверность данных в интернете никто не отвечает, а потому современные учащиеся нередко обращаются к школьной библиотеке. Здесь есть уникальная книга – Большая советская энциклопедия, которой почти 90 лет. Некоторые авторы того времени были замазаны чернилами, потому что считались врагами народа. Но сегодня, если мы внимательно присмотримся, то мы сможем их прочитать. Бухарин, Покровский и Пятаков – все они активные участники Февральской революции 1917 года, историки и политические деятели. 17-й том Большой советской энциклопедии 1930 года – самая старая книга, которая хранится в библиотеке школы номер 2. Сегодня в ней не хватает нескольких страниц. Принесли ее сюда неравнодушные учителя, у которых не поднялись руки отдать ее на утилизацию. В фондах книга не хранится, просто переходит из рук в руки как учеников, так и учителей. Есть и наоборот – самая молодая книга сказок, автор которой – югорская писательница Наталья Пивоварчик. В школе ежегодно проходит конкурс на самый читающий класс, и в том году ими стали 2-й и 5-й классы, которых наградили встречей с автором. Встреча прошла очень плодотворно, она очень общительный человек, и она могла их вдохновить. То есть они потом рисовали рисунки, и очень интересно прошла встреча. Приходили книжки, ее брали, читали. Книги югорских авторов, кстати, вообще пользуются огромным спросом, как и краеведческая литература в целом. В библиотекаре улыбаются. Наверное, ученикам очень интересно смотреть на красочные фотографии нашего города, а заодно и видеть, каким он был раньше. Исходя из интересов детей, библиотека закупает и дополнительную литературу. Нам легче использовать все-таки бумажный вариант, чем в электронный. То есть вот благодаря хорошему финансированию в прошлом году у нас было хорошее подступление художественной литературы. К заказу мы подходили очень тщательно, потому что нужно было подобрать такую литературу красочную, иллюстрированную в хорошем формате, интересным содержанием для того, чтобы детей заинтересовать, привлечь к чтению. И вот мы делали акцент на эту литературу, и таким образом... А благодаря электронному носителю мы бы не смогли так привлекать. Ученики этой школы, как и учителя, дарят библиотеке свои прочитанные книги и берут для чтения те, кто когда-то тоже принес в дар. Некоторые книги даются не под абонемент, так что полюбившиеся, учащиеся могут даже забрать насовсем. Буквально на днях посетителям этой библиотеки стало доступно хранилище знаний президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. На сегодняшний день из всех школьных библиотек Ханты-Мансийска такой доступ имеет лишь одна — библиотека школы номер два. Субтитры создавал DimaTorzok